Новогодний калейдоскоп мероприятий, запланированных в Гродно, обещает создать поистине праздничное настроение. Атрибуты предстоящих торжеств стали появляться в городе еще в конце ноября. В разных уголках областного центра были установлены елки, украшены витрины магазинов, полки торговых центров, пополнил тематический ассортимент. На протяжении нескольких недель велась подготовительная работа и по установке праздничной иллюминации. При этом над светодинамическим наполнением площадей работали не только гродненские, но и столичные специалисты. В понедельник состоялось торжественное зажжение главной елки, а вместе с ней и всей иллюминацией в Гродно. В этом году именно советская, а не площадь Ленина, станет главным эпицентром праздников Гродно. Такая релокация произошла из-за изменения формата торжеств. В этом году в городе впервые решили воплотить европейскую рождественскую ярмарку. А на площади Ленина разместить все задуманное не хватало места. В итоге было принято решение перенести праздничную площадку на советскую, пространство которой будет зонировано. Зона фудкортов и фудтраков, елочный базар, ремесленные прилавки, футозоны и концертная площадка. К слову, атмосферное наполнение ярмарки обещают сделать особенным. За новогоднее настроение как в будни, так и в выходные дни будут отвечать лучшие гродненские артисты и коллективы. Насколько успешно удастся осуществить все задуманное, станет известно уже в пятницу. Именно накануне этих выходных откроется ярмарка на площади Советской. И, к слову, ее открытие тоже станет событием. Ему будет предшествовать костюмированный автопробег. Он станет своеобразной альтернативой традиционному шествию Дедов Морозов, которое в этом году из-за эпидопостановки решено было отменить. Автопробег, в колонии которого будет около двух десятков украшенных машин, пройдет как по центральным, так и отдаленным улицам Гродно и финиширует на площади Советской. Также на этой неделе пройдет открытие уже традиционной аллеи новогодних елок. Она будет расположена, как и в прежние годы, в парке Жилибера. Это конкурсное мероприятие, в рамках которого свое новогоднее дерево создают организации и предприятия Гродно, используя при этом продукцию собственного производства. Окунуться в новогоднюю сказку можно будет и при посещении гродненских театров. Там активно готовят зимний репертуар и представления у елки. Рассказать стихотворение Деду Морозу можно будет и в его поместье, которое в этом году впервые откроется в Центре ремесел наследия. Сказочный волшебник будет принимать гостей с 18 декабря по 13 января.